3 мая украинский президент заявил, что этот год будет решающим в войне. И призвал западных союзников Киева интенсивно и уверенно вооружать Украину. Ведь отступать некуда, а Россия останавливаться не собирается. Это заявление Зеленский сделал из финской столицы. О том, что украинский президент едет в Хельсинки, не знал никто до тех пор, пока он туда не приехал. Это не первая заграничная поездка, но тем не менее она очень важна. Во-первых, потому что, очевидно, Владимир Зеленский меняет дипломатическую тактику. Если в начале войны он выступал на всевозможных международных площадках по видеосвязи, то в последнее время предпочитает личное общение. Почему это происходит, могу предположить, что минимум по двум причинам. Во-первых, это свидетельство того, что ситуация на фронте сейчас значительно более стабильная, чем год назад. Во-вторых, любой опытный политик вам скажет, что самая эффективная дипломатия – это дипломатия лицом к лицу. А Зеленскому есть о чем договариваться. Итак, если верить данным из открытых источников, то в Хельсинки Зеленский прилетел американским военным бортом С-40Б. Там он встретился со своим финским коллегой Саулини Нистё. Ожидаемо, что главным в переговорах был самолетный вопрос. По поводу того, нужны ли нам самолеты, я много раз говорил безо всяких секретов и могу повторить. Да, они нам нужны, очень нужны. Будут ли они у нас и почему я верю, что они будут у нас? Уверен в этом. Но эта война происходит таким образом, что мы должны постоянно что-то доказывать на поле боя. Итак, сначала мы идем вперед, показываем, что нас не победить за три дня, а потом получаем какое-то оружие. Мы сделали очень неординарную покупку во времена Хорнетов и возобновили ее сейчас, купив F-35. Это очень большие покупки для маленькой страны. Почему? Потому что мы очень решительны в том, что нам нужна сильная защита. И поэтому мы не могли отказаться от Хорнетов до того, как получили новые. И, к сожалению, Хорнеты на тот момент практически свое отслужили. Но самолетный вопрос был не единственным, а саммит не двусторонним. Зеленский принял участие во встрече с лидерами пяти стран Северной Европы. Кроме Финляндии, там были лидеры Швеции, Дании, Норвегии и Исландии. Но давайте обо всем по порядку. Почему же Финляндия? Почему именно сейчас? Этот вопрос все время звучал на итоговой пресс-конференции после личной встречи Зеленского и Нейнестя. Из очевидного. Финляндия, новый член НАТО и старый друг Украины. Естественно, что украинские власти будут искать поддержки как можно большего количества стран. В НАТО у Украины есть камень преткновения. Это Венгрия, которая, с одной стороны, играет в свою игру с Россией и ставит палки в колеса Украины по некоторым ключевым вопросам. А с другой стороны, она очень хочет остаться в западной орбите и пользоваться всеми благами западной цивилизации. Уже в июле стартует саммит НАТО в Вильнюсе. То есть фактически через два месяца. И там украинский вопрос будет в центре обсуждения. Этому саммиту пророчат исторические решения. Так что да, к нему нужно готовиться. И очевидно, что Зеленский уже сел за домашнее задание. Страны Балтии и Польша уже высказывались неоднократно, что будут поддерживать евроатлантические инициативы Украины. Северные страны прагматичны в своих расчетах. Для того, чтобы поддержать вступление Украины в НАТО, нужна не просто победа на поле боя, но и политическая поддержка. Да, воюющую страну в НАТО не примут. Это противоречит правилам. Да, есть Венгрия. И с ней, очевидно, придется искать компромиссы. Но еще нужно продемонстрировать, что мир, который в Украине установится после войны, будет стабильным и длительным. Ведь Россию же никто не перенесет никуда с планеты Земля. Украина станет 33-м членом НАТО. Мы реалисты, мы понимаем, что во времена агрессии мы не сможем присоединиться к этому союзу. Но нет препятствий в принятии политического решения касательно алгоритма нашего присоединения к НАТО. Сегодня мы обсудили, что можно сделать, в частности и на саммите в Вильнюсе. Поэтому переговоры и консультации с союзниками о том, как будет выглядеть этот мир, что для них стабильность и каких результатов должна добиться Украина, очень важны. А еще для Украины очень важны вопросы ответственности и наказания России после войны. Над этим тоже нужно работать уже сейчас. Хотя конца Большой войны аналитики и эксперты пока не видят даже на горизонте. Тем не менее, Зеленский после Хельсинки едет в Гаагу. В Нидерландах он выступает в том самом суде, который выдал ордер на арест Путина. Мы должны трансформировать опыт нюрнбергского процесса в действующую роль. Поэтому мы настаиваем на создании трибунала, когда есть традиция неотвратимого наказания за агрессию, и будет традиция гарантированного неповторения агрессии. Если мы хотим истинной справедливости, мы должны не искать оправданий и не ссылаться на недостатки действующего международного права, а принимать смелые решения, которые исправят недостатки тех норм, которые, к сожалению, существуют в международном праве. Именно так и поступили создатели Нюнберга. Мы должны сделать то же самое сейчас. В Нидерландах украинский президент проводит целую серию важных встреч. От главы МУС до короля Нидерландов Вилема Александра. И визит на базу военных сил страны. Кстати, о военных преступлениях России. В знаменитой игре Counter-Strike появилась карта с информацией о военных преступлениях российской армии. Геймеры могут увидеть ее только после виртуальной смерти в игре. Интересное совпадение, но это тоже инициатива Финляндии. Финские журналисты и геймеры, которые таким образом рассчитывают в условиях тотальной цензуры на территории России донести до ее граждан настоящую, цитирую, правду о войне, которую Россию развязала и ведет против Украины. Самая популярная в мире игра шутер все еще не запрещена на территории России. И по оценкам авторов идеи, в нее играет от 3 до 4 миллионов россиян, среди которых в основном достаточно молодые люди. Кстати, в игре можно посмотреть и данные о потерях российской армии в Украине. Украинский генштаб сообщает о том, что силы обороны уже уничтожили около 200 тысяч российских военных и наемников. Но в игре приводят собственную статистику. Издание утверждает, что подтвердила гибель 70 тысяч россиян. Правда, не ссылается на конкретные источники и не уточняет какие-либо детали. Но вернемся к скандинавско-нидерландскому турне Зеленскому. В Гаге Зеленский заявил об амбициозном плане сделать войну России против Украины последней войной в мире. А еще впервые озвучил сумму ущерба, которую Россия причинила Украине. По подсчетам Всемирного банка это минимум 400 миллиардов долларов. И эти подсчеты велись только на территориях, которые сейчас контролирует Украину. А вот какой ущерб оккупационные войска нанесли на подконтрольных себе пока территориях, еще только предстоит подсчитать. После Нидерландов Зеленский возвращается в Киев, где встречается с главой МИД королевства Бахрейн Абдулатифой бин Рашидом Аззаяни. Вот это стало настоящей неожиданностью для обозревателей. Ведь это первый визит министра иностранных дел Бахрейна в Украину со времен вообще установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. В любом случае, на прошлой неделе Зеленский очевидно положил начало большой дипломатической кампании. И вероятно мы скоро увидим украинского президента в Европе. Немецкое издание Bild недавно писало, что в середине мая Зеленский приедет и в Германию, где встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком Вальтером Штайнмайером. Также издание анонсировало поездку Зеленского и в город Ахен, где ему должны вручить премию Карла Великого. Это престижная награда за вклад в объединение Европы. Поездку в Германию в офисе Зеленского пока не комментировали, что в общем-то и неудивительно. Ну а пока Владимир Зеленский разогревал северную дружбу, в Москве горело от того, что кто-то дронами атаковал кремлевскую резиденцию Путина.